Всем привет! Меня зовут Алена и спасибо, что находитесь на страницах моего канала. Сегодня я хотела бы рассказать о бижутерии из китайского сайта aliexpress.com. Но стоп-стоп, подождите! Это будет необычная бижутерия, не та, которая приходит в кулечках и маленьких дешевых конвертиках. Это будет китайская бижутерия из серии Elite. Такая бижутерия приходит уже в подарочных брендированных коробках. По меркам сайта она стоит недешево. И сегодня мы проверим, стоит ли она своих денег. Мне прислали 5 комплектов бижутерии, и каждый из них упакован в индивидуальную упаковку. Упаковка из черного плотного картона, который в принципе очень даже прилично смотрится. На крышке нанесено тиснение золотой краской, а также название бренда. Это иманко или еманко. Внутри упаковки у меня мягкая подкладка, и на ней выложено изделие. В данном случае у меня два ярких браслета. Сейчас на такого рода браслеты, там где просто бусины круглые с кисточкой, пошла определенная мода. И очень круто смотрится, когда я их не один, а вот несколько наслоена на руке. Самое интересное, что они как будто выполнены с разного материала. Например, вот этот вот розовый, у него бусины из дерева. Покрашены, кстати, очень качественно. Внизу, я так понимаю, это что-то подобие бирюзы, сделаны два крупных камешка. Монетка, кстати, на монетке можно рассмотреть все детали, вплоть до надписей. То есть китайцы отнеслись к деталям очень-очень тщательно. И, конечно же, кисточка. Вот эта вот линейка браслетов компании иманко является, скажем так, их визитной карточкой. У них там огромное количество с разными подвесками, а также с разнообразием цветов самих кисточек. Следующий браслет у меня в мятных тонах. Он такой, как по мне, больше морской. Здесь вот такая вот металлическая подвеска в виде рыбки, сделана как будто под слегка состарившееся серебро. И вот вторая тоже подвесочка в виде такой вот рыбки. Сами бусины сделаны с маленькими трещинками и как будто похожи на какой-то драгоценный камень. Основа у них эластичная, плотная резинка. То есть, в принципе, под любой объем руки они подойдут. Такой немножко бохо стиле, такой пляжный стиль. Мне лично очень нравятся такие веселенькие, летние, классные. Следующая коробка вот такая вот маленькая. И внутри у нас две сережки. Это такие крупные пусеты. Честно говоря, когда я их увидела на сайте, у меня, по-моему, сломался глазомер. Потому что я лично ожидала, что это будут обычные гвоздики. Оказалось, что это пусеты. Если помните, в одном из своих предыдущих видео о Алиэкспрессе я говорила о том, что я не очень люблю пусеты. Ну, не то чтобы не очень люблю, они мне просто не идут. К сожалению, это не исключение. Я заказывала вот эти бусины такие под жемчуг. А мне прислали вот такие вот ярко-красные, которые похожи на какие-то ягоды. И сам вот этот вот гвоздик украшен красивыми камешками. И нанесен логотип И, типа как иманку. Давайте я их сейчас надену. Покажу вам, почему мне не идут пусеты. Заодно вы посмотрите, как они смотрятся в ушах. Фактически я их надела без помощи даже зеркала. Как видите, вот эта вот сама бусина вторая довольно крупная. Какие-то маленькие мочки. Или это так должно смотреться. В общем, мне не нравится, как у меня на ушах гвоздят пусеты. Как-то по анатомии меня не ложится. Не знаю, то ли мне так кажется. Ну что, время открывать следующую коробку. И у нас здесь внутри браслетик. Кстати, это моя любимая вещица во всей посылке. Она действительно смотрится очень благородно и дорого. Здесь у нас вот такие вот крупные пластиковые шарики. Кстати, похожи на новогодние чем-то. И один вот такой вот тяжелый инкрустированный шарик. Он металлический. И на нем наклеено много-много стразиков. Кстати, очень приятно, что в комплекте к этому браслету и шел дополнительно пакетик со стразами. Предполагается, что если что-то отпадет, сразу же можно это доклеить и починить. На браслете регулируемая по объему застежка. Но даже когда я застегнула на самую маленькую отметочку, мне все равно большеват. То есть более для средней такой или крупной кисти подойдет. Сам браслет такой увесистый. Когда его держишь, не кажется, что у вас в руках какая-то китайская вещица. Действительно выглядит как дорогая, такая элитная бижутерия. Так же смотрится и на руке. Браслет сделан так, чтобы каждая его часть играла на солнце. И это действительно так. При искусственном освещении выглядит просто очень дорого, богато. Для моей руки слегка крупный и немножко в объеме большеват. Но в общем и целом мне нравится, как он смотрится. Даже в сочетании с моими золотыми браслетами смотрится очень даже уместно. Ну что, пришло время следующей коробочки. И тут у меня внутри еще один браслетик. Он выполнен в виде вот такой вот грубой золотой цепочки. С множеством-множеством разных подвесок. Мне кажется, он очень красиво смотрится в летний период. Потому что здесь сочетание разных бусинок. И мне кажется, вот под купальник, под какой-то опять же сарафан будет очень красиво смотреться. Здесь есть и пластинка с ракушкой. Здесь есть и какой-то камешек. И сова металлическая. И монетка. И какие-то бусинки. В общем, здесь все, что только можно. И когда ходишь, он такой издает прикольный звук. Меречный напоминает почему-то лето. Именно вот этот вот звук звенящий. Благодаря разнообразиям бусинок. То есть здесь и синяя, голубенькая, желтенькая. Смотрится довольно красиво даже под вот эту вот блузку. Лично я люблю браслеты с подвесками. А если этих браслетов еще много, я вдвойне это люблю. Ну что, у меня остается последняя коробочка бижутерии от Иманко. И здесь у меня внутри, а вот такая вот цепочка с интересной подвеской. На сайте, кстати, представлены такого рода подвески разной формы. Я почему-то выбрала вот такой вот перевернутый треугольник. Мне он понравился больше всего. И в зависимости от формы, там тоже подобраны разные цвета камушек. У меня вот такой вот глубокий зеленый цвет. Я подбирала его под свой естественный цвет глаз. Почему-то мне казалось, что вот эта вот подвеска будет слегка меньше. Но опять же, по-моему, у меня в тот день было что-то с глазомером. Мне нравится сама цепочка. У меня, кстати, такой вот типа цепочка была с подвеской из Сваровски. На цепочку как будто нанизаны маленькие-маленькие бусинки. Они слишком ограненные. И когда на них попадает поток света, они его отражают и поблескивают так. Здесь, кстати, очень интересное крепление самой цепочки к кулончику. Также мне понравилось, что сзади вот этого вот кулона вполне привличная обратная его сторона. Что, кстати, редкость такого типа бижутерии. То есть, когда у вас перевернется даже невзначай, он будет выглядеть вполне даже интересно. Давайте я, наверное, примерю все-таки вот эту цепочку. По-моему, даже с вот этой блузкой смотрится довольно неплохо. Очень интересное сочетание именно камня и такого вот золотистого металла. Во всяком случае смотрится необычно. Если захотите, там есть кулоны не только вот такого вот островатой формы. Там есть и в виде кабельки, и в виде кружочка. В общем, практически любой геометрической формы. Если мне сначала казалось, что кулон слишком крупный, здесь какие-то странные соотношения размера, то когда я его надела, я поняла, что все так и должно быть. На этом все. Вот такой вот получился у меня обзор бижутерий. Если вам было интересно или полезно, пожалуйста, не забудьте поставить пальчик вверх внизу под этим видео. Мне будет очень-очень приятно. Все ссылки на показанную бижутерию будут внизу в описании. Вам нужно будет только нажать кнопочку развернуть. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо вам большое за внимание. А я вас всех целую. И пока. И в этом видео я расскажу, как отличить китайскую подделку на палетку теней известного бренда от оригинала. Мы проверим пигментацию, сделаем сравнение оттенков, а также расскажу о маленьких хитростях, которые помогут